Очередная точка экологического протистояния между населением и братвой Хабирова формируется на карте Республики Башкортостан. В этот раз это вовсе не за Уралия, а село Охлебинино Иглинского района. Жители села с удивлением обнаружили, что хабировская команда выдала лицензию на разработку общераспространенных полезных ископаемых для некого ООО «Бактрейд» за номером 013-786-ТЭ в непосредственной близости от села Охлебинино. Жители села считают эту местность отведенную для разработки полезных ископаемых природоохранной зоной, что на самом деле надо еще уточнить, я точно не могу утверждать, что это так. Ну и жители начали сбор подписей с обращением к президенту Российской Федерации, к главе Республики Башкортостан и в прокуратуру Российской Федерации с требованием не допустить разработки полезных ископаемых в окрестностях села Охлебинино. Также жители этого села планируют провести народный сход, в чем, собственно, им никто не сможет попрепятствовать по модели того, как это случилось в селе Тимясово и Шмурзино. На этом народном сходе жители Охлебинино планируют заявить свое несогласие с разработкой полезных ископаемых в окрестностях села и потребовать отзыва этой лицензии для ООО «Бактрейд». Ну, будем наблюдать, будем смотреть, насколько это удастся провести этот сход жителям Охлебинино, насколько они будут едины в своих мнениях. Насколько мне известно, сейчас уже собрано более 200 подписей под обращением. Перепуганные народным эко-гневом власти продолжают давить на активистов. В селе Тимясово к активистам пришли полицейские с многочисленными звездами на погонах, там даже подполковники какие-то были, и составили административный протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Ну, собственно, пожалуй, это запоздалые меры, потому что поезд-то уже ушел. В селе Тимясово и Ишмурзино все вопросы были рассмотрены и поставлены. Некоторые политические силы Республики Башкортостан пытаются понравиться властям, видимо, на фоне грядущих выборов в госсобрании. Особенно глубоко лизнула, конечно, власть Коммунистическая партия, ее республиканский комитет в Республике Башкортостан. В частности, РИСКОМ КПРФ РБ осудил участие членов партии в экологических протестах и обязал членов КПРФ не участвовать в них. Об этой позиции КПРФ, конечно же, должны помнить все избиратели Зауралии и вообще все республики Башкортостан, когда они в сентябре отправятся голосовать на избирательные участки по выборам депутатов государственного собрания. Лично я призываю жителей Республики Башкортостан на фоне вот такой позиции КПРФ, конечно же, ни одного голоса в их пользу не отдавать. Впрочем, в самой КПРФ, в ее башкирском филиале, уже мнения разделились. Партийные ячейки Баймака и Училов осудили оппортунизм РИСКОМ КПРФ по Республике Башкортостан и выступили категорически против оппортунистической позиции Ющенко и Кутлугужина. Мы, коммунисты Учалинского горрайонного отделения, выражаем протест и категорически против публичного заявления на сайте РИСКОМа Республики Башкортостан в части осуждения наших товарищей. Сама по себе статья провокационная, ничем не обоснованная. По просьбе наших однопартийцев с Баймакского района на общем собрании нашего отделения было принято решение о направлении наших товарищей на сход Тимясова для поддержки народа, так как мы всегда стояли и будем стоять рядом с народом, так как сами из народа не зря на нашем партийном логотипе написано «Народовластия», а сход – ничто иное, как один из видов народовластия. Что-то явно прогнило в этой партии, прогнило основательно и давно.